Добрый день, дорогие друзья! Я рада, что вы пришли на нашу сегодняшнюю встречу, что вам интересно поговорить о словацкой литературе, о книгах писателей из Словакии, которые переводятся и издаются здесь, у нас в России. Ну, наверное, сначала мне нужно представиться. Меня зовут Анна Пескова. Я являюсь выпускницей в прошлом Московского университета, филологического факультета, кафедры славянской филологии. Кафедра, которая уже с 49-го года, то есть уже 70 лет, непрерывно выпускает словакистов. Раньше каждые 5 лет, когда у нас был специалитет, сейчас, когда мы перешли на систему бакалавриата и магистратуры, каждые 4 года выпускает словакистов, специалистов по словацкому языку и словацкой литературе. Но сейчас специальность словацкий язык, она есть во многих вузах. Время от времени набираются группы в СПБГУ, МГИМО, в военном университете, в других высших учебных заведениях. Но чаще всего обучение там включает в себя курсы практического языка, какие-то лингвистические, переводоведческие, возможно, дисциплина, историю, страноведение, какие-то еще специальные курсы. Но вот литература и культура Словакии, пожалуй, не преподается больше нигде, по крайней мере, в таком объеме, как в МГУ на кафедре славянской филологии. Ну, мне кажется, что без этих знаний невозможно представить себе полноценного специалиста по стране, по ее культуре, по языку. Но, наверное, поэтому все ведущие словакисты в нашей стране это в подавляющем большинстве выпускники славянской кафедры филфака МГУ. Ну вот в свое время, когда я поступала, нам предложили очень интересный эксперимент, набор на специальности, объединявшие языки и культуры, почти все языки и культуры Австро-Венгрии. То есть нам было предложено изучать словацкий, венгерский и немецкий языки, при том, что знания словацкого ввиду близкородственности позволяют понимать, общаться и читать и на чешском. И вот такие уникальные специалисты по языкам разных языковых групп, славянской, финно-уборской и германской, были в конечном итоге выпущены. И потом еще наша кафедра несколько раз повторяла такой эксперимент. Конечно, подобные интересные эксперименты, они обеспечивают и специалистов с большей широтой кругозора, с более глубоким пониманием языковых, литературных явлений. Так что, к чему это все было краткая реклама нашей кафедры? Рекламируйте своим детям, возможно, они пойдут учиться на кафедру славянской филологии, у них есть штанг стать уникальными специалистами. Ну вот после университета, параллельно с обучением в аспирантуре, я стала работать в посольстве Словацкой Республики в Москве переводчиком и занималась написанием диссертации о словацком экспрессионизме. Это очень интересное литературное течение 20-30-х годов, 20-го века, значительно повлиявшее на многих писателей в Словакии, о котором практически ничего до сих пор не было написано ни, конечно, в нашей стране, да и в Словакии тоже. В результате это, конечно, вылилось и в кандидатскую диссертацию, но потом удалось ее издать в виде вот этой книги «Словацкий экспрессионизм», монография, учебное пособие, как хотите. Фактически, если кого-то интересует тема межвоенной литературы Словакии, то вы можете эту книгу еще даже купить в книжных магазинах. Тем более, что многие произведения экспрессионистов словацких уже переведены, что-то еще мы готовим в ближайшее время переводить, есть такой замысел. И вот с 2012 года я работаю в Институте Славяноведения Российской Академии Наук. Это ведущая научная организация нашей страны, занимающаяся проблемами словистики. В ней собраны специалисты по разным направлениям научным. Это и историки, и культурологи, и лингвисты, и литература веда. Я работаю в отделе истории славянских литератур и в центре моих научных интересов последних лет в словацкой драматургии XX века. Тоже малоисследованная тема, на мой взгляд, довольно перспективная. Очень хотелось бы ее в целом проанализировать и какое-то общее, может быть, такое исследование, обобщающее исследование сделать. Ну, так, кратко я немножечко, чтобы вы знали, познакомились со мной. Переходя к основной теме нашей сегодняшней встречи, к переводам словацкой литературы в России, я все-таки хотела бы сказать немного об общей ситуации в этой сфере. Мы все помним, как в период существования социалистического лагеря полки книжных магазинов и библиотек были, ну, говоря простым языком, завалены переводами литературы стран соцлагеря разного качества, конечно. Эти издания выходили тысячными тиражами. С начала, в 50-е и 60-е годы, планомерная шла работа по переводам классиков этих литератур. 19-го, начало 20-го века произведения переводились. Потом уже и современных писателей, и поэтов, в первую очередь, конечно, творивших в русле соцреализма, переводили. На сценах советских театров в разных уголках нашей страны шли пьесы словацких драматургов Стоделлы, Карваша, Буков, Чана Соловича, Загородник. Отдельные спектакли в свое время вызвали огромный резонанс, стали яркими событиями театральной жизни в СССР. В первую очередь это касается пьесы Петера Карваша «Полуночная месса», которая выходила у нас под названием «Святая ночь». Она запомнилась, вот это удалось найти в старой программке, не знаю, наверное, 80-х годов, постановка Московского драматического театра имени Станиславского, в которой участвовали ведущие актеры театра Георгий Бурков, Майя Менглет, и которая продержалась в репертуаре театра около 10 лет. Ну и вторая, конечно, наверное, самая запомнившаяся постановка словацкой пьесы на советской сцене, это пьеса Освальда Загородника «Соло для часов с боем», спектакль «Мхата», поставленный в 1974 году Олегом Ефремовым, помогал ему тогда начинавший Анатолий Васильев. Они пригласили на главные роли в пьесе ветеранов сцены Яншина, Грибова, Андровскую, Пруткина, Станицына и молодых актеров, впоследствии прославившихся Ириной Мирошниченко, Всеволода Абдулова. Тысячными тиражами выходил, переиздавался двухтомник знаменитой писательницы словацкой Маргиты Фигули Вавилон. Была осуществлена радиопостановка, многократно шедшая по всесоюзному радио. В популярных тогда литературных журналах печатались рассказы, романы, стихи словацких авторов. И тогда изданием иностранной литературы у нас занимались огромные издательства. Художественная литература, прогресс, у которых существовал целый штат переводчиков, которые непосредственно... люди занимались непосредственно исключительно художественными переводами. Всё, конечно, изменилось после бархатной революции в Чехословакии 1989 года и наших изменений в нашей стране. После того, как закончил своё существование социалистический лагерь, резко прекратилось издание словацкой литературы. У нас ещё как-то на рубеже 80-х, 90-х годов, в 90-м, в 91-м году какие-то последние переводы выходили, вероятно, так по инерции, сделанные ещё ранее. И такой последний, что ли, искоркой был перевод в 94-м году. Последний перевод у нас вышедший – это роман Ёжи Нижнянского «Кровавая графиня». Такой авантюрно-развлекательный роман. Знаменитая эта легендарная история о венгерской графине Эршебет Батори, которая переведена была по признанию самой переводчицы Нины Шульгиной на потребу читательскому вкусу, собственно. Потому что литература, скажем так, не самого, может быть, высокого качества, но для широкой массовой аудитории. И далее последовал длительный, почти 15-летний перерыв, связанный и с отсутствием финансовых возможностей, интереса у издательств к изданию подобного рода литературы, и, в первую очередь, наверное, интереса самих словаков к продвижению своей литературы в нашей стране. Прежние переводчики почти сошли со сцены. Отдельные какие-то пьесы, рассказы еще переводились. И со временем, вот где-то, наверное, в середине нулевых годов преподаватели литературы веды, кто занимался словацкой литературой, почувствовали острую нехватку, дефицит литературы переводной. То есть было много идей, о чем хотелось рассказывать уже студентам, о чем хотелось писать какие-то работы, что хотелось анализировать. И получилось, что пришлось преподавателям, ученым подключиться к процессу перевода, то есть освоить ремесло, которым до этого никогда не занимались, осваивать новую для себя специальность. И вот самой первой в этом смысле книгой стал первыми изданиями, вышедшими в новое, скажем, время, стала вот эта антология словацкой новеллы 20-20, начало 21 веков в двух томах, которая была издана по инициативе профессора МГУ, ведущего словакиста литературы веда в нашей стране, Аллы Машковой. К этому проекту были привлечены почти все, наверное, московские словакисты, в том числе аспиранты, студенты, которые, может быть, впервые в жизни вообще делали художественные переводы, но под чуткой редактурой Аллы Машковой вот эти все переводы вышли. И в общем и целом этот двухтомник, вот он такой большой, две большие довольно книги, включили в себя порядка 90 авторов произведений. От каждого автора по одной новелле было переведено. И вот тогда мы впервые познакомились с издательством МИК, которое с тех пор стало нашим постоянным партнером в деле издания словацкой литературы. А инициатива издать энтологию словацкой новеллы вполне объяснима, потому что под одной обложкой мы, под двумя этими обложками, мы смогли показать читателю всю палитру литературных течений и направлений, существовавших в словацкой литературе на протяжении более века, то есть с самого начала 20-го и даже захватили начало 21-го века, всё разнообразие тем и проблем, которые волновали писателей Словакии в этот период. Мой скромный вклад в эту антологию – это перевод новелл писателей-экспрессионистов, которыми я тогда занималась, Грушевского, Гашпора, Леца, Вамышей, Горвата. Эти произведения очень разнообразные, стилистические, но тем не менее объединённые экспрессионистским духом. Каждая из этих новелл очень яркая, интересная, но переводить это было, честно говоря, непросто, поскольку не только потому, что язык с 20-30-х годов, когда были написаны эти произведения, немного изменился, или реалии какие-то ушли в прошлое. В первую очередь, конечно, сам экспрессионистский язык – это не самый лёгкий материал для перевода, даже если мы почитаем русских экспрессионистов по-русски, и мы это вполне поймём. В основном, конечно, это новеллы на военную тематику, и главной задачей авторов была передача ощущения ужаса от событий вокруг героя, разворачивающихся, предчувствия катастрофы, вселенской катастрофы. Очень часто герой находится в состоянии помутнённого сознания, в некой пограничной ситуации на грани жизни и смерти, и язык соответствующий, конечно. Это язык очень экспрессивный, резкий, со своеобразной образностью, жёсткий, порой отталкивающий, со своеобразным синтаксисом. Ну вот, вкратце об опыте перевода этой литературы. Я надеюсь, что нам в ближайшее время удастся выпустить антологию экспрессионистской прозы, где у нас есть такой творческий замысел, и объединить там лучшие, собрать там лучшие произведения словацких экспрессионистов. Ну и затем мы решили продолжить наш творческий союз с Аллой Машковой, издательством МИК. Поскольку обе мы, я и Алла Герна, занимались периодом между двумя мировыми войнами, литературой 20-30-х годов, мы хотели восполнить существующие пробелы с переводом литературы этого периода, издали сначала сборник прозаических произведений одной из самых ярких словацких писательниц, Маргиты Фигули, той самой знакомой русскому читателю по двухтомнику Вавилон. Это книга «Искушение», в которой я перевела самую знаменитую повесть этой писательницы «Тройка гнедых». Собственно, повесть – это история любви двух молодых людей, Петера и Магдалены. Произведение создано в русле оригинального, самобытного словацкого литературного течения «Натуризм», которым как раз занималась Алла Машкова, о которой написана её докторская диссертация. Она, как принято у натуристов, вобрала в себя многочисленные сказочно-мифологические мотивы и библейские мотивы. В духе народных сказок Фигули используют сюжетный мотив препятствий, возникающих на пути героя, добивающегося руки героине, мотив пути дороги, отражающий процесс мужания героя, обретением опыта. И вот в процессе, пока герой преодолевает вот эти все препятствия, появляется, конечно, возникает герой-антагонист, некий Ян Запоточный, который сватается к невесте, к Магдалене, обесчащивает её, принуждает выйти за него замуж. Ну, в конечном итоге развязка такова, что жестокость и необузданность этого героя-антагониста Яна Запоточного... Так вот, у меня здесь есть кадры из телефильма знаменитого Словацкого по этому произведению. Значит, это все эти отрицательные стороны его характера оборачиваются против него самого. Он гибнет под копытами взбунтовавшегося коня, которого он до этого обуянной страстью и гневом ослепляет. Вот, таким образом, зло наказано, препятствия для воссоединения любящих сердец преодолены, добро торжествует, и история становится, влюбленных Петера и Магдалины, становится символом вечной любви. Но это очень краткий сюжет. Очень важно в этом произведении оказывается такой момент, что оно обрамляется обращениями Петера к Господу в начале и в конце, соответственно. И внутри текста расположены многочисленные такие вставки молитвы, которые вместе, все это вместе образует общий повествовательный, особый повествовательный уровень. И они являются вот такими рамками своеобразными, которые связывают в единый узел все мотивы книги. Иначе уже читаются и имена героев, Магдалена, Петер, ну и так далее. Там множество этих мотивов евангельских, я не буду на них останавливаться. Почему мы взялись вообще переводить это произведение? Дело в том, что оно уже было переведено на русский язык в советские времена. Дело в том, что вот в таком первоначальном виде текст был опубликован в Словакии в 1940 году и далее первые семь изданий. А после войны книга не издавалась, на нее был наложен запрет цензоров в связи именно с этими евангельскими мотивами. Основным условием возобновления публикации книги было изъятие именно вот этих частей из текста и что было сделано писательницей. И с 1958 года все последующие издания издавались именно вот в таком цензурированном виде. Конечно, эти изменения исказили и изначальный смысл произведения, и его эмоциональное звучание. И в таком виде повесть была переведена в свое время в СССР. И вот этот новый перевод 2011 года, сделанный мной по вот этой книге, вот она по изданию военных лет, она восполнила пробелы и вернула нам первоначальный текст со всем многообразием таких важных для его понимания евангельских мотивов. Ну, обычно на встречах с переводчиками принято говорить о каких-то трудностях перевода, которые возникали. Здесь я могу что сказать? Ну, конечно, основные трудности при переводе подобных текстов, это будет касаться и той книги, которая следующая, я буду говорить, связаны в основном с переводом реалий каких-то предметов крестьянского быта, горных регионов Словакии в данном случае, где происходит действие. То есть это какие-то орудия труда, виды деятельности, детали быта, названия предметов одежды, которые необходимо русскому читателю, не сведущему в этом, каким-то образом разъяснять. Соответственно, периодически просто приходится делать сноски, чтобы разъяснять читателю на такие явления, как, например, какие-нибудь национальные блюда, типа замровенка, блюдо, характерное для арабского региона Словакии, суп из молока, муки и яиц, да, или какие-то народные праздники или праздники церковного календаря, которые у нас, для нас как-то необычны. Например, там, если упоминается какой-нибудь на Якуба, значит, мы должны сделать уточнение, что это 25 июля по католическому календарю, день святого Якуба по нашему апостолу Якова Заведеева. Ну и так далее. Собственно, вот только такие фактографические, можно сказать, трудности здесь могли возникать. Как здесь, так и в следующей книге, которую мы буквально на следующий год тоже издали. Это книга Доброслава Хробака, еще одного писателя-натуриста межвоенного периода, названная по его самой знаменитой повести «Дракон возвращается». Я ее здесь в этом сборнике переводила. Здесь также особая натурическая поэтика, изобилующая фольклорной образностью, напоминающая, автор напоминает нам, читателю о некогда существовавшем мире первозданной чистоты, о божественном происхождении человека, о каких-то общезначимых, общечеловеческих проблемах, имеющих космический смысл и так далее. Все это используя богатый фольклорный материал. И обе эти книги, чем они еще ценны? Вот эта вторая книга, они примерно в одном ключе изданы, оформлены. В них еще ценно приложение, потому что здесь интересные фотографии из семейного архива писателей, здесь рукописи, здесь письма. И даже вот в издании «Искушения» Фигули некоторые интервью с писательницей и так далее. Ну вот это для иллюстрации. Надо было мне раньше это пустить. Кадры из фильма, знаменитого фильма «Дракон возвращается» Словацкого, чтобы вам как-то проиллюстрировать эту фольклорные все эти моменты, сказочно-мифологические, которые придают некое такое притчевое, что ли, звучание, характер этим произведениям. Ну и, наконец, мы решили обратиться далее к современности. И почти после 20-летнего перерыва, сколько? 22 года прошло, не издавалось ни одного словацкого романа здесь, в России. В 2016 году был выпущен перевод романа «Цуфлёр» молодого словацкого писателя Петера Криштуфика. Он 73-го года рождения. Роман был опубликован на родине в 2008 году. Сразу же привлёк к себе внимание читателей и критиков. Автор был награждён самой главной словацкой литературной премией на «Софтлитера», стал номинантом на европейскую литературную премию. Его произведения переводились на многие языки, переводятся на многие языки мира. Уже были изданы в Чехии, Польше, Болгарии, Белоруссии, США, Австрии, Германии, Великобритании и вот в России. И это роман сатирический. Действие его даже можно сказать абсурдное, гротесковое. Действие его происходит в одной из бывших стран социалистического лагеря в Центральной Европе. Нигде не называется, что это Словакия, но по всему угадывается, что это, конечно, Словакия. И главный герой роман Криштоф работает суфлером. Вот это обложка Словацкого издания. Оно было издано с иллюстрациями, оригинальными иллюстрациями Катарины Сланчиковой. Это её же авторство Шаршиди, что это карикатура на самого автора. Итак, суфлер, театральный суфлер Криштоф волей судьбы попадает на службу к политику Бергера. Вот он здесь изображён с сигарой. На тот момент он депутат парламента Словацкого. Он страдает от отсутствия красноречия, этот Бергер. Попросту говоря, он вообще двух слов связать не может. И известен он ещё тем, что из-за своей тучности много лет живёт в своём шикарном лимузине Линкольн-Сан-Тропе. То есть он даже не в состоянии оттуда выйти. На этом лимузине он приезжает в парламент, на этом лимузине он везде разъезжает по стране, не выходя оттуда, ведёт все свои дела. И вот благодаря своему суфлёрскому мастерству, благодаря тому, что в его голове прекрасно живут огромное количество, присутствует огромное количество текстов, театральных монологов, Корештов становится, его помещают в этот лимузин рядом с Бергером, и он становится таким серым кардиналом. Нашёптываемые им, депутату Бергеру, театральные тексты в итоге превращаются в своего рода послания человечеству, откровения такие. Бергер очень быстро становится самым популярным политиком в стране, его делают премьер-министром. Ну и вот суфлёр, этот Криштоф, он попадает в этот круг политической элиты, наблюдает за всей этой сладкой жизнью, наблюдает за работой парламента и за этими ничего не значащими пространными речами, которые там произносятся, за заседающими там коммунистами, бывшими коммунистами теперь, быстренько перестроившимися на новый лад, за саммитами на высшем уровне, которые, по сути, являются шикарными вечеринками, за работой вездесущих СМИ, ну и так далее и тому подобное. В итоге перед нами неприглядная, порой абсурдная картина современной действительности, нарисованная в сатирическом ключе с использованием всех возможных изобразительных средств, типичных для постмодернизма – чёрного юмора, иронии, интертекста, гротеска и так далее. С момента выхода книги в России до нас регулярно доходят положительные отзывы об этом романе, причём от людей молодого возраста, и нам очень хотелось пригласить Петера Криштуфика в Москву на встречу с читателями, тем более, что после суфлёра он написал ещё несколько громких произведений, и очень жаль, безмерно жаль, что этой встрече уже не суждено состояться, поскольку 23 апреля прошлого года Словакия потеряла одного из самых ярких своих современных писателей, и он стал, Криштуфик стал жертвой одной из двух жертв большой автомобильной аварии, столкнулся пассажирский автобус, с которым он ехал на переднем сидении сразу за водителем, и грузовой автомобиль фура. Это трагическая гибель, и на самом взлёте творческой карьеры она, конечно, потрясла всех, и Словакии, и здесь, в России, и тех, кто интересуется словацкой литературой. Что касается трудностей перевода в данном случае, то здесь такой очень щепетильный момент оказался, что, конечно, связанный с использованием обсценной лексики, ненормативной, да, ругательств, грубо говоря, в словацкой литературе. Там это допускается в полном объёме, неограниченном, в гораздо большей степени, чем в русской литературе, на мой взгляд, это было бы допустимо. Они это пишут без купюр и без сокращений, поскольку в данном случае эта лексика была необходима как речевая характеристика героя, вот этого политика Бергера, который без конца ругается матом, то это необходимо было оставить, но как-то вот у меня, мне не позволяла моя собственная какая-то культура литературная, может, оставить это так, как есть, поэтому вот пришлось это писать начальные буквы и дальше многоточие, тут было сразу всё становилось понятно. Ну и это такой щекотливый момент. А второе, конечно, самое сложное всегда в переводах художественной литературы – это моменты, связанные с игрой слов. Когда эту игру слов ты понимаешь, что дословно на русском языке это перестаёт быть игрой слов. Соответственно, такие совершенно простые простые случаи, как, например, говорящие фамилии, которые говорящие только для носителей языка, для нас они совершенно ничего не говорят. Например, фамилия Обровский, ну, ничего нам не говорит. Значит, нужно как-то пояснять, что по-словацки это огромный, громадный, соответственно, масштабы личности в прямом смысле слова. Значит, это приходится пояснять какими-то либо сносками, либо переводить дословно, ну, просто переводить на русский язык. Ну, в данном случае я оставляла фамилию Обровский и делала сноску с тем, что по-словацки это означает то-то и то-то. Ну, или, например, названия, говорящие названия населённых пунктов, забытых богом деревень, в данном случае каких-то, неведно, то есть по-словацки это незнамо что там, незнамо где, просто незнамо. Или чертова реголя, то у чёрта на рогах, ну, так скажем. Или, например, игра, вот непосредственно уже игра слов была там связанная с тем, что словами манжета и манжелка, манжета – это манжет, манжелка – жена, невозможно здесь передать на русском языке, потому что они совершенно, эти слова никак не похожи, манжет и жена в русском языке. В словатском манжета и манжелка очень похожи. Соответственно, приходилось выдумывать какую-то такую пару, чтобы это было и по смыслу, и по звучанию похоже. Ну, я нашла там такую пару, как «Кольцо и лицо». Ну, это надо ещё смотреть в контексте. В принципе, там было вполне это допустимо, именно эта языковая пара. Там просто такой момент, комический момент, что он ищет в горшке с цветком что-то, герой. Его спрашивают и говорит, что «Я в прошлый раз здесь потерял свой манжет». Его спрашивают «Жену?». Да, ну это совсем не смешно по-русски. Соответственно, вот пришлось «Кольцо и лицо». Ну, вот в таком духе. И следующее, о чём бы я хотела сказать, что одним из самых важных событий последних лет для всех тех, кто занимается в нашей стране Словакии и чья профессиональная деятельность связана с словацкой литературой, языком, стала организация в Москве «Общество Людовида Штура». Фактически, общество любителей Словакии, её истории, культуры и литературы. Возникло это общество в 2015 году. Инициатива была поддержана Словацким институтом в Москве, то есть это культурный центр при посольстве Словакии. И целью его является изучение, популяризация словацкой культуры и литературы, творчество отдельных представителей укрепления словацко-русских культурных связей, литературных связей. Дважды в год общество проводит свои заседания, на которые приглашаются известные словацкие писатели, поэты, режиссёры, культурные деятели. И важной частью деятельности общества является издание «Альманаха Девин». Вот я принесла два последних номера, последние или предпоследние. Вот так они выглядят, эти книжечки. Председателем общества и главным редактором «Альманаха» является профессор Алла Машкова. И вот этот «Альманах Девин» стал ещё одной печатной площадкой для наших переводчиков. Там помимо статей о словацкой культуре, литературе, языке, истории, печатаются и художественные произведения, новые переводы поэзии, прозы, драмы. В частности, в моём переводе вышли пьесы «Сарваша» «Орёл татранский» и «Жишки и даха» «Твой Людовид» и рассказ Веры Швенковой «Голубая горячавка». Этот журнал, что ещё нужно сказать, этот журнал не предназначен для продажи, он распространяется бесплатно. Его можно взять в стенах Словацкого культурного центра, то есть Словацкого института, либо здесь в библиотеке он, по-моему, тоже бывает. Поэтому это ещё один путь к знакомству и постоянному контакту со словацкой литературой и с словацкой культурой. Ну и с большим удовольствием я бы хотела вам в заключение представить совсем новый перевод, который вот-вот должен выйти. Это роман молодой словацкой писательницы Моники Компаниковой. В оригинале он называется «Пиата лодь». Мы его перевели как «Маленькая гавань». Писательница молодая, с 79-го года рождения. Издан был роман в Словакии в 2010 году. Сразу же снискал популярность, принёс заслуженное признание молодому автору. В частности, за этот роман Компаникова была достойна самой престижной литературной премии Словакии на «Софт-Литера» за 2011 год. Само произведение за уже прошедшие годы было переведено на шесть иностранных языков – чешский, польский, болгарский, хорватский, арабский и хинди. Русский будет седьмым. Мировая премьера совместного словацко-чешского фильма «Маленькая гавань» – это вот афиши этого фильма по краям «Словацкие», а в середине – «Чешское». Фильм тоже носит название «Маленькая гавань», «Литл Хэрборд». Снят был по мотивам этого романа. Компаникова участвовала в написании сценария. Состоялась премьера в 2017 году на Берлинском международном кинофестивале, где фильм получил приз «Хрустальный медведь» в категории фильмов для юношества. Также он с успехом был показан и на неделе словацкого кино в Москве в 2018 году. Коротко, если говорить о романе, то в центре повествования история 12-летней девочки Ярки, Ярослава, полное имя Ярка, живущей на окраине Братиславы. У неё нет отца. Отношения с мамой и бабушкой лишены какого-либо тепла и доверия. Взрослые всячески противятся исполнению своих родительских обязанностей, даже тому, чтобы их называли мамой и бабушкой. Бабушка парализована, потом умирает, мама всё время где-то в каких-то разъездах устраивает свою личную жизнь, где-то работает или не работает. Девочка фактически в свои 12 лет оказывается предоставлена самой себе. Вынуждена самостоятельно искать себе пропитание, готовить, вести хозяйство и, конечно, страдает от глубокого одиночества. Остро нуждается в надёжном взрослом плече и всеми способами ищет ту самую маленькую гавань, в которой она могла бы создать свой собственный мир, наполнив его любовью и теплом, которого ей так не хватает. И вот вместе со своим приятелем, здесь вот он есть, первоклассник Кристиан, который сбежал из дома, сбежал совсем по другой причине, наоборот, от матери полной противоположности матери Ярки, который опекает его, не даёт ему шага ступить, следит за каждым его движением. Вот вместе они оказываются за городом. И ещё к ним случайно, тут уже надо просто, не буду рассказывать все подробности этой сюжетной коллизии, к ним случайно попадают двое младенцев. И вот вчетвером они поселяются в заброшенном загородном домике на воображаемом голубом корабле, чтобы осуществить свою мечту о настоящей семье. «Маленькая гавань» вообще – это невероятно, конечно, драматичное и точное высказывание о детстве, о детском восприятии жизни, которое до этого ещё не было никогда в словацкой прозе, пожалуй. Одним из безусловных достоинств писательницы можно назвать её умение, во-первых, вызвать в душе читателя такие чувства абсолютного сопереживания маленькой героини, и в то же время чувство острого напряжения в ожидании уже сюжетной развязки, чем же это кончится. Ну и среди произведений современной словацкой литературы последнего десятилетия роман Компонниковый, пожалуй, стоит в ряду самых громких и самых ярких явлений. Вот в связи с этим он был выбран нами для перевода на русский язык. Собственно, всё, наверное, что я хотела рассказать сегодня. Если есть какие-то вопросы... А, ещё по поводу каких-то трудностей при переводе. Ну, в основном в этом романе это касалось даже не языка, потому что язык, собственно, здесь довольно простой. Повествование ведётся от лица вот этой девочки. Ну, даже нет, от лица повзрослевшей яркие, но всё-таки события даются глазами, воспоминания глазами той 12-летней девочки. Поэтому это язык очень простой, без изысков, без сложных оборотов, без сложных каких-то ассоциаций. Трудности касались в основном реалий детской жизни современной Словакии, детей современной Словакии. То есть это какие-то детские игры, считалочки, дразнилки, которых у нас нет и которые не всегда знаешь, как это правильно передать, адекватно передать на русский язык. Вот это пришлось разузнавать, вплоть до того, что там вдаваться в подробности каких-то детских игр. Например, там буквально упоминается два слова. Кровавая полена, кровавая полена. К чему, почему, что, значит, начинаешь рыться, узнавать, что это какая-то игра, распространённая в Чехии, Словакии, какие-то страшилки, дети там сидят и рассказывают друг другу страшилки, что из дровеницы там сейчас выскочит кровавая полена и будет за тобой гнаться и так далее и тому подобное. Ну, вот эти вот такие мелочи. И таких, в принципе, там несколько моментов, касающихся именно вот этих вот моментов детских каких-то, бытовых. Ну, вот, пожалуй, наверное, всё, что я хотела. Если какие-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всё? Нет вопросов. Спасибо большое. Я надеюсь, было интересно. Ну, честно, я хочу такую реплику. Да. Я не знаю словацкого языка и не знаю, как там переводчики наши хорошо переводят грамотно-неграмотно, этого я не знаю. Но хочу вам сказать, что у Иоанны Машковой и у Анны Песковой всё в порядке с русским языком. То, что они переводят, да, очень легко читается. Абсолютно грамотный, хороший русский язык. Так что молодцы. Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо. Спасибо.